6 миллиардов спускаются под землю 6 миллиардов спускаются под землю Руснедра вложится в угольную шахту в Ростовской области Газета Коммерсант номер 27 от 14 февраля 2019 года Строение 8 ООО Руснедра, входящая в группу Зара Кифа Гелалова Купила с торгов подземную часть шахты Гуковская Ранее принадлежавшую обанкротившемуся Кингкаулу Предприятие планирует вложить 6 миллиардов рублей в разработку шахты И за три года увеличить добычу до 1-2 миллионов тонн Цены на антрацит росли в последние годы Однако замедление экономики Китая может снизить привлекательность этой сделки Полагают аналитики Московская ООО Руснедра приобрела с торгов подземную часть шахты Гуковская В рамках конкурсного производства ООО «Угольная компания Алмазная» Входила в обанкротившуюся ГК Кингкоул Сообщил твердый знак конкурсный управляющий банкрота Роман Лапечь Сумма сделки составила 10 миллионов рублей Речь идет о подземных горных сооружениях, стволах, мостах, камерах и так далее В областном Минпроме твердый знак сообщили, что знают о сделке Однако она пока не закрыта И инвестор еще не конкретизировал свои планы относительно шахты ООО «Руснедра» по данным Кардот Кададрю Основана в 2016 году с основным видом деятельности добычи сырой нефти и нефтяного газа Гендиректор и владелец предприятия Александр Султанов Который также выступает директором ООО «Транснефтерезерв» ООО «Русголд» ООО «Русские ярмарки» ООО «Русский лазурит» и ООО «Заройл» Перечисленные предприятия входят в группу Зараки Фагилалова Последний возглавляет Всемирный конгресс горских евреев И занимается бизнесом в сфере недвижимости В русских ярмарках 20% в ноябре 2016-го, марте 2017-го года Принадлежали голливудскому актеру Стивену Сигалу Компания собиралась строить ярмарочные площадки в РФ Представитель группы Зар говорил РБК в декабре 2016-го года Что проект оценивается в 2,5 миллиарда долларов Однако в итоге он не был реализован Планы в отношении нового актива скромнее Но инвестиции предполагаются достаточно крупные В развитие шахты планируется вложение 6 миллиардов рублей В течение трех лет добычу планируется нарастить до 1-2 миллионов тонн ежегодно Сообщила твердый знак пресс-секретарь ООО «Руснедра» Юлия Ушакова Производственная мощность Гуковской составляет 900 тысяч тонн угля в год Запасы – около 50 миллионов тонн Сообщили твердый знак в аналитическом агентстве «Росинформуголь» Максимальная глубина разработки пластов не превышает 950 метров Протяженность горных выработок – 45,4 километра Шахта не опасна по пыли, газу и горным ударам Депутат ЗАГСобрания Ростовской области Сергей Михалев, курирующий в регионе вопросы, связанные с угледобывающей отраслью, рассказал твердый знак, что наземная часть Гуковской находится в собственности у других предпринимателей, которые успели распилить и сдать на металлолом часть оборудования – копры Роснедра, как говорит депутат, планирует приобрести иноземную часть шахты Компания уже готовит документы для получения лицензии на добычу, а также запросила у конкурсного управляющего техническую документацию Гуковской Заместитель главы администрации Гукова Евгений Яковлев отметил, что Гуковская дольше всех простаивала после банкротства Кингкаула Летом прошлого года чешская группа E.Connect, которая контролируется экс-главой Укринтир Энерго Владимиром Зиневичем и бывшим акционером Коли Инвест Василием Данеливым, выкупила бывшие шахты Кингкаула за Мчеловскую и Ростовскую Группа планирует вложить в развитие шахт 55 миллионов, не проданная остается только шахта Алмазная Если шахта была куплена за символическую цену и не включает долг на балансе, то у нее есть все шансы выйти на операционную прибыль, говорит Андрей Лабазов из Атона По его словам, цена на антрацит в Китае выросла со 120 долларов на тонну в 2016 году до 170 долларов в 2019 Однако не стоит забывать, добавляет аналитик, что экономика Китая замедляется, а цены на уголь цикличны Поэтому новым владельцам будет важно добиться низкой себестоимости добычи Никита Королев, Ростов-на-Дону